Ну, стоит, наверное, начать с того, что меня зовут Аня, Бочкова Анна, мне 20 лет, и я нигде профессионально не занималась, не училась, это все вот просто я помню, что на всех этапах своей жизни, начиная с самого детства, я периодически хотела вот именно развиваться в актерской сфере, мне это очень нравится. И сейчас, уже в осознанном возрасте, я поняла, что пора действовать, пора начинать, пора что-то делать, вот, к сожалению, опыта тоже немного, так как в школе у нас не было никаких, вот как обычно есть там театры при школе или постановки постоянно какие-то, у нас такого не было, поэтому как-то не сложилось, вот как в подростковом у многих есть именно опыт участия во всяких сценках, вот. Учусь я на культурологии, то есть тоже такая довольно творческая специальность и очень широкий спектр разных, как сказать, правильно, в общем, изучается очень много всего, вот. Вот, и пойдя на эту специальность, я как бы убедилась в том, что мне вот интересно именно искусство и именно искусство кино, вот это все очень интересно. Ну, скажи, пожалуйста, вот если ты говоришь, что у тебя не было, я так слышу, что у тебя не было никакого опыта, как у многих других, которых ставили на стульчик, и вот они с детства там рассказывали стишок, и все вокруг упали и говорили, да это же у нас растет актриса, да, актриса и ты будешь. И с детства внушали ребенку, потом жизнь отвлекала этого человека на другие какие-то цели, но потом он возвращался к себе и понимал, что он актер, это шло оттуда. Откуда это у тебя? Если ты говоришь, что ни в чем не участвовала, как ты поняла? Ну, мне вот даже дома, находясь там, я постоянно маме какие-то прикольные штуки там показывала или просто как-то переключалась моментально, в какую-то роль входила, когда по приколу что-то рассказывала. И мама говорит, типа, ты так можешь переключаться, меняться, и типа, твоя мимика, и я часто слышу по поводу того, что вот мимика, и это все, и это очень классно, что я могу просто такая, если нужно где-то серьезно пошутить как-то, чтобы человек поверил, что это не шутка. Вот, то как-то переключаюсь, и это очень убедительно. А будем ли сейчас вот так переключиться? Ну, сейчас-то очень волнительный момент. Попробуй, возьми паузу. Почему-то стало очень грустно. Прям очень грустно стало. Потому что, ну, это не то истинное желание, которое вот переключиться в жизни, когда ты сам хочешь переключиться. А когда тебе сказали переключиться, прям вот так. Это такой момент. Ну, вот-то и есть актерский момент, когда ты специально переключиться. А не тогда тогда ты сам хочешь переключиться. Видишь, как? А ты попробуй все равно. Маме же ты рассказываешь, а скажи мне. Ну, так это надо повод какой-то, такой, типа, здесь ситуацию. Я думаю, я думаю, вообще без проблем. Попробуй. Ну, это может быть какой-нибудь персонаж, который тебе нравится, да? Может быть, кусочек какого-то фильма. Или что ты обычно делаешь. Ну, какая-то шутка может быть. Может быть, какая-то просто фраза. Мне кажется, я придумала. Ну, не придумала, а вспомню. Такая небольшая предыстория. Летом я была в актерском лагере в Карпатах. И там было пару дней, когда очень плохая погода. И настолько сильно был туман, что не было видно гор. И, как бы, в связи с этим родился такой небольшой сюжет, небольшой репортаж, который мы снимали с девочкой. И выглядело это примерно так. Добрый день. С вами телевизионная служба Новый Карпат. И сегодня мы спешим вам поведомить, что у нас пропалы горы. Населенная не знает, что с ними делать. И мы идем их шукать. Мы опитали местных, и они борются с этим разными методами. Кто-то делается ясеневским самогоном. Кто-то махает курткой в сторону гир, чтобы прогнать туман. А кто-то просто не может найти свои хати и блукает в туман. Мы не можем остаться осторон, поэтому усима возможными силами мы поможем местным. С вами была Анна Бичкова. Дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...